Девушки отдыхают Лэйрд Крегор, Реджинальд Оуэн, Арлейн Уиллон, Ричард Хайден, Эрнест Косард, Мортон Лаури. Автор сценария Джордж Ситон. Композитор Альфред Ньюман. Оператор Феверел Марли. Режиссер Арчи Майор. Оксфорд, 1890 год. Добрый день, мистер Эдклиф. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, мистер Рэкплетт. Вы как раз к чаю, сад. Мы подадим его, как только пробьет четыре. Отлично, Брессетт. Какой счет? Двенадцать восемьдесят восемь, сэр. Упорная борьба? Да, сэр. Превосходный, напряженный поединок. Наша подача? Кто будет бить? Лорд Хэнкур Беберли. Ты все веселишься? Не сердись, мама. Что еще за мама? Прости, я только повторяю роль. Ты же играешь в пьесе «Мой мать», верно? Мы не на репетиции. Ладно, раз ты против. Кажется, он летит сюда. Принесите воды. Позвольте, я вам помогу. Простите, мистер Рэклифф. Вам больно? Это один из самых глупых вопросов, которые я когда-либо слышал от студента. Вы попали мне в голову мечом, после чего мне, как видите, свело шею. А вы еще спрашиваете, больно ли мне. Уверяю вас, это чистая случайность. Удачный удар. Вернее, Беберли, ты забыл про игру, пошли. Да, пока ты еще чего-нибудь не сказал. Больно ли мне? Представляешь, Брэстер, когда-нибудь этот идиот будет сидеть в палате лорда. Да, сэр. Боже, спаси королеву. Не нервничай, старина. Давай, Беберли. Соберись. У тебя получится. Хорошо. Смотри, девушки. Да, но с ними старик с Петтигью. Какой счет? 60, 88. Так мы совсем рядом. Да, пожалуй. Чай. Добрый старый чай. Отлично, Беберли. Молодец. Где старина Рэдклифф? Может, отнести ему чай, чтобы он немного успокоился? Он там, Беберли. Да. Спасибо, Беберли. Прошу прощения, сэр. Еще один удачный удар? Да, сэр. То есть, нет, сэр. Он там, Беберли. Сэр. Мне нравятся пожары. А вам? Пожалуй, нет ничего лучше доброго, старого пожара. Как интересно. Я тоже всегда так считал. Правда? Давайте выпьем еще чай и посмотрим, что горит. Замечательно. Беберли. Лорд Беберли Что случилось? Именно это я намерен узнать у меня в кабинете в 10.30 утра Непозволительное проведение для студента Оксфорда Дорогая Китти Моя дорогая Китти Дорогая Китти Китти, моя дорогая Тебе что-нибудь нужно? Нет, просто хочу взять мой белый галстук, который ты взял у меня в прошлом ноябре Ты не против? Нет, Сторона, забирай Это тот, что с пятном от вина Китти, моя дорогая Джек, где ты держишь мои галстуки? Пожалуйста, Бебс Я пытаюсь привести в порядок мои мысли А я пытаюсь привести в порядок себя Где мой галстук? Китти, моя дорогая На всем свете нет равных тебе Лезть тебе не поможет Мне нужен мой галстук Это я не тебе, я репетирую речь Китти придет на обед А потом я сделаю ей предложение Это очень интересно, но мне нужен галстук У меня мало времени Сегодня вечером с Петти Гью возят Китти и Эми в Шотландию Он хочет отнять их у Чарли и меня Боится, что вы на них не женитесь? Нет, боится, что женятся Он их опекун И получает за это жалование Как только они выйдут замуж Его доходом, конечно Моя сумка Хорошо, что ты ее не заложил Она останется у меня еще немного Ладно, я уезжаю на следующий уикенд Я тоже Брось, Бебс Давай бросим монетку Привет Привет, Чарли Встретил тетю? Нет, собираюсь Кошмар Ужасно, встречай тетку Которую знаешь А которую не знаешь, тем более Ее имя уже меня пугает Дона Лусиэ де Альвадорес Это не тетя, это сигара Он даже не знает, как она выглядит Я не виноват, она уехала в Бразилию до моего рождения Приготовься, Чарли Возможно, она старая карга С уфражистскими наклонностями Я бы не стал ее встречать Не знаю, карга или нет Но она там вышла замуж за какого-то бразильца Который умер и оставил ей миллионы Миллионы Чарли Что ты здесь стоишь? Поставь себя на место старенькой леди Которую приходится ждать на вокзале Быстрее за ней, Чарли Еще масса времени, правда? Смотри, не проворонь ее Ты знаешь, каких правил Китти и Эми Если здесь не будет твоей тети, не будет никакого обеда Не волнуйся, я ее доставлю Джек, можно я возьму несколько? Днем ко мне придут друзья Прости, Бэпс, но все это нужно нам к обеду Кстати, пора переодеться Вот благодарность Берет у меня галстуки, свитеры А когда я прошу несколько бутылок шампанского? Да, Брэссет Я встретил мистера Виггинса Он бы хотел, чтобы вы зашли к нему и примерили ваш костюм для пьесы У меня нет на это времени Знаешь, Брэссет, сходи за костюмом, принеси его ко мне А я его потом примерю Это довольно далеко, милорд Со свертком, боюсь, мне придется взять Кэп Кэп? Ну да, конечно Кэп Подожди минуту Чарли, ты не одолжишь мне полкроны? Прости, Бэпс, у меня не гроша Хочу, подожди Джек, у тебя есть полкроны? Не Бенни? Минуту Одолжи мне полкроны, Брэссет Конечно, сэр Спасибо Вот, Чарли Спасибо, старина Держи Спасибо, Чарли Ты очень мил На Кэп идет два шиллинга Сдач, оставь себе Спасибо, милорд Спасибо Вот, нашел Я причиняю вам столько хлопот Вовсе нет Поступил в колледж Сэн-Толк В 1880-м Пока все замечательно Спасибо, сэр Так Боже, вы здесь весьма долго Вы знаете, что есть правило Согласно которому Студент может проучиться Не меньше трех лет И не больше Пятнадцати Но у меня идет только десятый год, сэр 2 июля 1885 года Был замечен в водке на Темзе С женой профессора Твитчела Что это? Я не знал, что она замужем, сэр Когда я говорил о временном исключении Я ошибался Спасибо, сэр Вы, сэр, больше не студент этого университета Вы исключены навсегда Навсегда? Пожалуйста, сэр Я должен получить степень Осенью я обязан попасть в фирму моего дяди Хогарт, Холкс и Беберли Это известные лондонские адвокаты Они вели несколько громких дел Убийство Мистер Эдкетт Если вы когда-нибудь совершите убийство Я уговорю их взять ваше дело Вам меня не подкупить, Лорд, Беберли Вы исключены Нет, сэр Без степени Оксфорда они меня не возьмут Это традиция Нужно было подумать об этом Прежде чем ударить в пожарный колокол Это получилось случайно Я упал с лестницы Я был без сознания Судя по тому, что о вас известно Вам будет очень трудно доказать, что вы были без сознания Поверьте, сэр, я просто споткнулся Я... У меня... У меня есть свидетели Кто эти свидетели? Чарли Уиккем и Джек Чезни Уиккем и Чезни Два очень достойных джентльмена Они подтвердят ваши слова? Конечно, сэр Они были там, когда это произошло? Я им напомню Хорошо Пусть они придут сюда в 10.30 утра Если они все подтвердят, я изменю свое решение Если нет... Спасибо, сэр Большое спасибо Всего хорошего Всего хорошего, сэр Он сказал в 10 или в 10.30 Моя шея Поверенный Хогарт, Хоукс и Беберли Как ваш поверенный, Дон Лусье Я счел необходимым познакомить вас с этими фактами Я вам очень благодарна Конечно, я не против того, чтобы Чарли полюбил Но как его родственница, я надеюсь, что он не ошибся в выборе Конечно Не могу сказать, что эта девушка ищет выгодную партию Что касается репутации ее опекуна, мистера Спеттигью Она тоже производит благоприятные впечатления Если бы я могла сама составить мнение об этой леди Что, если я явлюсь инкогнитной? Чудесно Да, но как все это устроить? Это несложно Я дам вам письмо к моему племяннику Лорду Фэнкуру Беберли Чтобы он показал вам Оксфорд Да? Нет Нет, это не то Он приятель, Чарли, и может его предупредить Не говорите ему, кто я Скажите, что я Что я Миссис Беберли Смит Блестяще В чем дело? Просто я подумал, что Смит Слишком ординарное имя для фирмы с нашей репутацией Вам не кажется? Как насчет миссис Беберли Смит? Так гораздо лучше Большое спасибо Джек Джек О, Джек Джек Привет, Чарли Привет, Чарли Встретил дядю? То есть тетю? Нет, на 11-часовом ее не было Это плохо Надеюсь, она... Надеюсь, она не потерялась Возможно, она приедет в 12-15 Бебс Это не хорошо с твоей стороны Ты обещал мне сумку на уикенд Нет И потом я хочу поставить на ней мои инициалы Это подождет до понедельника Чарли, осторожно! Осторожно! Дать бы тебе по башке Ты же мог разбить... Повредить кожу Ты не в духе Что такое? Рэдклифф устроил тебе взбучку? Взбучку? Он хочет меня выгнать Что? По-твоему, Ставерс Сознается, что сбил тебя с ног? Я сам споткнулся И у меня есть свидетели, которые это подтвердят Правда? Кто? Ты и Чарли Я? Меня там не было А я был на поле Вы оба сидели на верхней ступеньке Скажите, это завтра в офисе Рэдклиффа? Вот так Я припоминаю, мы сидели на верхней ступеньке Именно Я сидел у тебя на коленях Ну, хватит, Чарли Чарли Ты не сможешь быть там утром Ну, конечно Я же буду с тетей Но, Чарли А мне нужен проректор Послушайте, так нельзя Это вопрос жизни и смерти Если завтра вас там не будет, меня выгонят А дядя не возьмет меня в фирму И тогда родня пошлет меня к овцам на ранчо в Новой Зеландии Когда я приеду, они будут ждать меня там Кто? Овцы 35 тысяч грязных, вонючих овец И каждый из них будет кричать Что тут смешного? Мы просто так Не волнуйся, Чарли Мы тебя не подведем Вы постарайтесь В прошлый раз, когда меня исключили временно, мои родные Продержали меня в Новой Зеландии два года Если это случится снова, будь меня пастухом до конца дней Пастухом Войдите Прошу прощения, милорд Я вернулся с вашим костюмом Вы можете его примерить? Сейчас Послушайте Можешь начать накрывать ствол к обеду, Брассет? Да, сэр Брассет, принеси мне на шесть пенни шпилек Шпилек, милорд? Шпилек Хорошо, милорд Возьми деньги и стой полукрона Да, милорд Простите, сэр Войдите Не кричи на меня, сынок Я принес тебе твое пособие Отец Как ты, Джек? Прекрасно Чарли, познакомься с моим отцом Отец это Чарли Уиком Здравствуйте, сэр Фрэнсис Привет, Уиком Ну, я побегу Я буду у себя, Джек До свидания, сэр Фрэнсис До свидания, Уиком И чертовски красиво Неплохо для 50 лет Никто в это не поверит Красивый, обаятельный, веселый Можешь не продолжать, Джек Вот твой чек Знаете, отец Этого маловато Я не могу позволить себе такие сигары Правда? Не могу Получив фамильный титул, я попутно обрел и фамильные долги Долги? Да Самое настоящее Боюсь, Джек, через несколько лет мы станем милыми, образованными, воспитанными, нищими Что ж Тогда мне не видать, Китти Что такое? Ничего, ничего, просто я размышляю все Хотя есть один луч надежды Кажется, у меня есть для тебя место в Новой Зеландии В Новой Зеландии? Там чудесно Там выращивают овец Да Я слышал об этом Отец У меня есть идея Что если разрешить эту проблему выгодным браком? Мне это не очень по душе, Джек На твоем месте я... Послушайте, четко Чарль Уильтон Дона Луси Альвадорес Приезжает сегодня сюда Она богатая вдова Не делай этого, Джек Я не советую тебе жениться из-за денег Речь не обо мне О вас, сэр Обо мне? Чертенок Я как-нибудь проживу Обо мне не беспокойся Боюсь, меня больше беспокоит моя судьба Что? Видите ли, отец Я влюблен Безумно Страстно Но без денег я не имею на это права Какова она из себя? Она Она как звезды Луна и солнце Вот как? Значит, это что-то стоящее Да Сегодня за обедом я собирался сделать ей предложение, но... Как там эти опцы в Новой Зеландии? Не важно К тому же запах Послушай, Джек А подождать она не может? Она бы подождала, сэр, но... У нее есть опекун Мы с твоей матерью при подобных обстоятельствах бежали Но у меня в то время был небольшой доход Да, доход изумительная вещь Безусловно, сынок Сколько лет этой тетке Чарли? Не знаю Возможно, девяносто, как большинству и дедок Что ж Когда девяносто, они не очень тебя беспокоят Ты говоришь, она богатая? Говорят, у нее миллионы Я уверен, что твоя мама поняла бы Я обедаю с вами сегодня Нет, отец Я не позволю вам делать это ради меня Брат без любви Но я делаю это ради любви, сынок Пожалуй, пойду побреюсь Нельзя делать предложение в таком виде Вообще-то, неплохо иметь Звезды, солнце и луну в качестве невестки Как ее зовут, Джек? Китти Китти Милое имя, Джек Да, сэр Это так Китти Спасибо Чарли Уикемо Прости, но я вынуждена задержаться в Лондоне на несколько дней Любящая тебя тетя Дона Лусия Дальвадорс Джек 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 Она не приедет Это невозможно Она должна приехать Мы ждем ее Пошли к телеграмму Поздно Если ее не будет, девушки не останутся Может позвать жену Джек Смотри Смотри Войдите Войдите Прошу прощения Я могу вам помочь? Мальчики, как я вам? Какого черта? Бэпс Тетушка Где она? Она не приехала Нам нужно, чтобы здесь кто-то был Попросите, миссис Нет, не смейте Прекратите, негодяи Перестаньте Перестаньте, вам говорят Прекратите Прекратите Если ты провел нас, проведешь и девушек Соглашайся, Бэпс Я не стану леди ни ради вас, ни ради кого-то еще Не подходите Я не шучу Хорошо Я вот о чем подумал, Чарли Я не видел, как Бэпс поткнулся вчера на лестнице Надо же И я тоже Если мы этого не видели, мы не можем сказать Рэдплифу, что мы это видели Конечно Это было бы ложью Но вы должны Иначе он меня исключит Но ты сможешь увидеть этих славных овечей Это шантаж Да Все очень просто, помоги нам, и мы поможем тебе Надо прибрать комнату Минуту Давай, решайся Ребята, это нечестно Ладно, если ты собрался к овечкам Уже обещали Пользуетесь нашей старой дружбой Ответ Да Ну что? Я не сумею Что я должен делать? Говори повыше, а платье пусти пониже Войдите Здравствуйте Как это мило, что вы пришли А вы думаете, мы не рано, мистер Уикем? Нет Вы не назвали время, мистер Чезни Поэтому мы пришли, как только ушел мистер Спеттгью Присаживайтесь Да Спасибо, но... Тетя мистер Уикема уже приехала? Да Да, конечно Дона Лусия, мисс Спеттгью Мисс Ферден Дона Лусия Дальвадорс Тетя Чарли Да, моя тетя Вам удобно, дорогая тетя? Скажи что-нибудь, идиот Здра... Здра... Здравствуйте Здравствуйте, мои дорогие Здравствуйте, Дона Лусия Мы принесли вам это? Это мне? Как это мило Поставьте ваши зонтики, леди Спасибо, мистер Уикем Мисс Эмми, мисс Китти Что мне с этим делать? Засунь платье Не показываем эту фотографию Думаю, это вполне уместно, дружище Я получил этот приз на лакросс На этой бете автограф доктора Си Пи Грейса Знаете, кто это? Нет Это ваша фотография, Джек Да, моя, это я на первом курсе Можно я поставлю их в вазу, Дона Лусия? Вы очень любезны На столе Я это имел в виду Спасибо Входите, Брэссет Простите, милорд Мистер Виггинс Брэссет, сколько раз я просил не называть меня милорд? Возможно, и потом Но теперь Поставь еще один прибор для моего отца Да, сэр Он сидит рядом с Доной Лусией Да, сэр Идя по двору, сэр, я увидел джентльмена Он явно шел сюда, сэр Кажется, это мистер Спеттигью Мистер Спеттигью? Эмми Китти Мистер Спеттигью Дядя не поехал в Лондон Дорожно, чтобы проверить, что мы будем делать Можно спрятаться в той комнате Сделайте так, чтобы он ушел Ты сбавься от него Нет Я хочу видеть мистера Чазни Где мистер Чазни и мистер Лукин? А где ваши манеры? Пинчуга Снимите шляпу в присутствии леди, или я напишу об этом в Таймс Так-то лучше Я хочу видеть двух молодых джентльменов Это невозможно, потому что я здесь единственный джентльмен Что? Я хотел сказать Я видел, как сюда входили две молодые леди Очень странно Потому что здесь молодая леди, только я Конечно, в таком состоянии вы, вероятно, видели меня гражды Как я ходила и выходила Я не сижу на месте Возможно, они в саду Ничего подобного Тогда они поехали в город Вот и отправляйтесь за ними Если сможете в таком состоянии Мадам, я совершенно трезв Трезв? Трезв! Мадам, уверяю вас Советую вам, пока не поздно, записаться в общество трезвенников Меня что-то ударило в голову Возможно, десятый стаканчик Можете выходить, мои дорогие Как это мило, Дон Лусия Вы просто ангел Посмотри, ему нельзя столько пить Дон Лусия Думаю, вам лучше сесть Леди, вы, вероятно, не видели наши монастыри? Нет В ясный день их хорошо видно Правда? Сюда Ваш отец поднимается по лестнице, сэр Веди себя осторожнее с моим отцом Я ведь не его родственник Нет, конечно, идиот Ты тетка Чарли из Бразилии Из Бразилии Где растут орехи Снова наш дядя? Нет, 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 это мой отец Привет, отец Привет, Джек Мисс Петти Гьюм, мисс Верден Китти Мой отец Очень приятно Она уже приехала О, Чарли Представь свою тетю Да, конечно Дона Лусия Дальвадорес Сэр Фрэнсис Чейзни Отец Джека Здравствуйте, сэр Фрэнсис Здравствуйте Я тетя Чарли из Бразилии Где растут орехи Ты вроде сказал ей 90 Отец, я хотел объяснить Мой сын сказал мне, что вы очаровательны Но теперь, увидев вас, могу сказать, что он мастер преуменьшать Как вы милый Какой прелестный цветок Он вам нравится? Вы его возьмете? Благодарю, сэр Фрэнсис Я его засушу Обед готов, сэр Спасибо, Брэйсс Отец, вы Дона Лусия? Конечно Может, вы нас рассадите, тетушки? Да Девушки сядут здесь, рядом со мной Но, тетя, вы должны резать барашка В таком случае, молодые леди сядут здесь и здесь Да Присаживайтесь, Дона Лусия Я сяду здесь, сынок Брэйссит, откройте шампанское Да, сэр Как вам климат? Брэйссит, где шампанское? Не могу его найти, сэр Что такое? Шампанское, тетушка У вас его нет? Ваше счастье, что я захватила несколько бутылок В моей сумке, Брэйссит Итак Я был прав Мистер Спеттегью Выходите, выходите Пожалуйста, мистер Спеттегью Дядя, мы думали Что я уехал в Лондон, и поэтому сюда пришли Откуда у вас эта шляпа? Снимите ее Вы глупая старуха Пожалуйста, не вмешивайтесь Что? Послушайте, сэр Вы не смеете так оскорблять друзей мистера Уиккема Я крайне возмущен тем, что моя племянница и моя подопечная явились сюда без моего разрешения Чтобы познакомиться с тетей мистер Уиккема Ну, конечно Позвольте мне представить вам Дона Лусье Дальвадорец Мистер Спеттегью Дона Лусье Дальвадорец Миллионерша Здравствуйте Здравствуйте, мистер Спеттегью Я тетя Чарли из Баржи Где растут орехи Пожалуйста Простите меня за мою грубость Теперь, когда я вижу, что мои подопечные пришли только для того, чтобы выразить уважение к такой прелестной женщине, мне стыдно за свое неподобающее поведение Перестаньте Не можем же мы быть все время джентльменами Нет Теперь, когда вы здесь, может останетесь на обед? Если вы пожелаете Так я прощен? Прощены Примите в знак примирения этот цветок Благодарю Мадам Вы позволите? Нет, позвольте мне Сядем Брессет, вы можете Дона Лусье Не правда ли романтично? Когда-то здесь ходил Шелли, а теперь мы А теперь мы Что такое? Прошу прощения, мадам Теперь, когда мы одни, Дона Лусье, мне так много нужно вам сказать Знаю, кое-что и я хочу вам сказать Не бойтесь, Дона Лусье Пусть ваше сердце не молчит Сомневаюсь, что это уместно сейчас и здесь Давайте встретимся в саду Через 15 минут Отлично, тогда мы сможем поговорить свободно Я буду ждать Да Ага Вы избавились от сэра Фрэнсиса? Да У него дела Отлично Этот охотник за деньгами ушел И я могу рассказать вам о чем я думаю после нашей первой встречи Это будет очень интересно Для одного из нас Я знаю одно тихое, уютное место Тенистую беседку у реки Чудесно Ступайте туда, я приду попозже Пойдемте со мной, о моей репутации Если нас увидят, пойдут разговоры Конечно, простите меня за эту пылкость Пойдете по этой дорожке и вы непременно увидите эту беседку Теперь я знаю, что приходится испытывать женщинам Моя дорогая Моя дорогая Китти Мне необходимо кое-что вам сказать В таком случае скажите, мистер Ченни Я... Прошу прощения, но мне нужно поговорить с Джеком Конечно, сэр Фрэнсис Пойду найду Эми Отец, я как раз собирался сделать предложение Но теперь ты можешь сделать это с чистой совестью Моя совесть идеально чиста Она будет еще чище, Джек У нас снова будет доход То есть, Донна Лусия моя Вернее, наша Донна Лусия? Да Ты уже сделал предложение? Еще нету, она уже воркует и делает мне глазки Отец, вы не должны Я запрещаю Джек, мы уже все решили Это делается не только ради тебя, но и ради меня Отец, пожалуйста, в нашей семье не может быть такой персоны Начнутся скандалы Скандалы с этой безобидной пожилой леди Отец, послушайте, я должен вам кое-что сказать Да, Джек, она... Не такая, какой кажется Нет, она... Она женщина с прошлым С прошлым? Невозможно иметь прошлое с таким лицом, Джек Ее лицо не всегда было таким И потом она пьет Да, сэр, сильно пьет Ее сумка была полна шампанского Вы сами видели Это так, Джек, но... Отец, вы не можете связывать свою судьбу с такой женщиной Да, мне никогда не нравились женщины, которые склонны к выпивке, но... Что ж, я буду пить вместе с ней? Это не столь уж большая жертва Отец, не сейчас Подождите несколько дней Несколько дней, но, Джек, мне нужно переиграть старика с Петтигю Он тоже имеет виды на эту леди С Петтигю? Да? Если она достанется ему, можешь проститься с Петтиг Нет, сынок, я выполню свой долг Но сперва я пойду к тебе и выпью виски с содовой Без этого я вряд ли смогу сделать предложение Отец, подумайте Бесполезно, сынок Где у тебя виски? В пианино Дона Лусия Спасибо вам за то, что вы отвлекли мистера из Петтигю и позволили нам побыть наедине Я была счастлива помочь Моя дорогая, может вы покажете мне монастыри и все такое? С удовольствием Он просто увел ее от меня Ничего Знаешь, где мой отец? Пьет виски с содовой Зачем? Чтобы сделать предложение Бепсу Бепсу? Ради меня Ради тебя? Да, ради всего святого, давай что-нибудь сделаем Дона Лусия Можно вас на минуты? Показать вам Мальвы, мисс Эмми Да Не забывай, я хрупкая, пожилая леди Ты строил глазки отцу? Нет, немного поморгал Этого хватило Он хочет сделать тебе предложение Что ж, если он хочет Что? Только не мне, я за него не выйду Куда ты? Я отправлюсь к тебе и забаррикадирую дверь Твой отец человек военный Не будь идиотом, Бепс Просто оставайся спокойным Когда на тебя набрасываются военные? Нет, Джек, все, я немедленно все это снимаю Черная овечка, есть ли шерсть пока? Да, сэр, конечно Три мешка Ладно, твоя взяла Но если я стану твоей мачехой, не осуждай меня Итак, чего мы ждем? Иди сюда старого плута, мы продолжим поединок Он набирается храбрости за выпивкой Слегка нервничает А мне каково, по-твоему? Дорогая Донна Усия Вы здесь Я вас ждал Присядьте Благодарю Донна Усия Знаете ли вы, что встретив вас сегодня Я ощутил себя одиноким путешественником Проношедшим в пустыне дивный маленький цветок Вы имеете в виду меня? Да, Донна Усия Донна Усия, знаете ли вы, о чем мечтает человек, когда он безутешен, несчастен и одинок? Нет, нет, он мечтает положить этот цветок себе на грудь Любовно ухаживать за ним И смотреть, как он растет во всем своем блеске и красоте Чтобы найти этот цветок Я приехал из Индии Из Индии? Тогда вы страшно устали Присядьте Благодарю Теперь, когда я нашел этот цветок Я хочу, чтобы он всегда был со мной Я хочу видеть пышность Тадж-Махала в объятиях тропической луны Черт! Простите, какой я неловкий Такой я неуклюжий Простите Хватит слов, Донна Усия Будете ли вы моим цветком, моей женой? Видите ли, я могу надеяться Боюсь, нет Не стоит надеяться На вашем месте я бы не надеялась Честно говоря, сэр Фрэнсис, я хочу выйти замуж за человека значительно моложе меня У вас есть сын Я надеюсь Когда-нибудь иметь свою семью В вашем возрасте Я знаю, что молода, чтобы говорить о детях, но я ведь не всегда буду молодой мамой Пожалуй Но одно я вам обещаю, сэр Фрэнсис Я всегда буду для вас сестрой Если вы в этом нуждаетесь И я не в силах заставить вас передумать Тогда примите мои извинения за то, что я затронул эту тему Всего хорошего Всего хорошего, сэр Фрэнсис Всего хорошего Где я могу найти лорда Фрэнкора Беберли? Лорда Фрэнкора, он живет в этом здании, но сейчас его нет Вы его увидите? Да, безусловно Пожалуйста, передайте ему это Конечно Скажите, что приехала миссис Беберли Смайт Сейчас я пойду в гостиницу и через час вернусь Хорошо, мадам Большое спасибо Это о ней сообщил дядя Отсюда она оказалась весьма эффектной Дорогой Фрэнкор, наш клиент, миссис Беберли Смайт, собирается провести несколько дней в Оксфорде Отнесись к ней с предельным вниманием и любезностью, любящей тебя, твой дядя Хилари Беберли Куда ты? Мне надо развлекать миссис Беберли Смайт В таком наряде это невозможно Минуту, ты не можешь нас бросить Послушай, Джек, эта женщина очень важный клиент Я должен Смотри, кто идет Если ты исчезнешь, он что-нибудь заподозрит Я должен встретиться с этой женщиной Но ее не будет целый час Ты избавишься от этого Ромео за пять минут Так же, как и от моего отца Он впал в третье детство, любитель пощипает за щечки Прекрати, Бебс, давай, действуй Ладно Не выгляжу соблазнительно? Простите, тетя, но вам нужно побриться Я брился сегодня утром Для тети не очень тщательно Если Петерги ущипнет тебя за щеку, будь беде Будь хорошей девочкой и сними эту щетину Можешь побриться у меня Почему я не могу быть бородатой, леди? Дон и Луси, я Мистер Петтиги? Да Нехорошо так входить Нам надо поговорить Оставайтесь на месте Вас ведь не приглашали Я закрою дверь Нет, нет, не надо, Донна Луси Я ждал вас в беседке И когда вы не пришли, я... Донна Луси, простите меня Я не хотел вас оскорбить Донна Луси, вы самоочарование Я считал, что моя жизнь кончена, но потом я увидел вас Ваше лицо Как легкий ветерок, возвращающий дни моей юности Мистер Петтиги Бебс, ты видел Китти? Китти? Я видел Петтиги Да, и он за мной гонится Это вы, мадам? Я слишком неосторожен Прошу прощения Ты выбрит более тщательно, я бы не сказал Смотри, Петтиги явился как раз посередине Что? Постережи, пока я закончу бриться Китти 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 еще немного. Мне нужно время, чтобы поговорить с Китти. Я не могу. За кого ты меня принимаешь? И как быть с миссис Беверн Смайт? Послушай, Бебс. Ладно. Но поторопись, пока я снова не оброс. Вот он. Вот вы где. Привет. Донна Лусия. Догоняйтесь. 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 Простите, сэр. Вы не видели здесь представительную леди? Не то слово. Благодарю. Благодарю. Китти, вы знаете, как вы мне нравитесь. Да. Некоторые люди полагают, что это любовь? Да. Да. А когда два человека любят друг друга, они... Они обручаются? Да. Да. И я считал... Вы просите меня об этом. Ясно. Какой суть в том, что это не будет. В ближайшие несколько лет я буду беден. Нам придется жить на два пенса в год. Ну что ж, пусть так. Китти. Китти. Я слишком люблю вас, чтобы думать о деньгах. Это правда, Китти? Значит, вы... Я выйду за вас замуж, Джек. Да. Китти. Я это сделал. Я это сделал. Как это у вас получилось? Будь я мужчиной, у меня бы не хватило храбрости сделать предложение. Ага. 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 Вы ведь смелый человек, Джек. Простите меня, Китти. Я не обижаюсь. Просто высказала свое мнение. Вы так красивы. Мистер Уикин, не стоит так из-за этого расстроиться. Я не расстроен, я просто заволнован. Мисс Эми. Да? Не смотрите на меня. Вы выйдете за меня? Так что? Что? Вы не скажите это так неожиданно. Но это же не так, Чарли. Эми! Чарли, я забыла про дядю. А что такое? А как быть с моим опекуном, мистером Спеттегю? Я пойду к нему и попрошу его согласия. И непременно в письменной форме. В письменной форме? Да, чтобы он потом не смог отказать. Вы его не знаете, я ему не доверяю. Но я не могу попросить его об этом. Нет. А Дональд Луси могла бы. Дональд Луси? Да. Мистер Спеттегю пал жертвой ее чар. Ради нее он пойдет на что угодно. Привет, Чарли. Где Эми? У ворот. Я... Я должна сказать тебе одну новость. Я это сделал. Я это сделал. Что сделал? Сказал Эми. Все. Идиот. Зачем? Что ты ей сказал? Что люблю ее. И все? И все? Дэй сразу стал другим человеком. Пусть она говорит, что надо достать согласие стариканной в письменной форме. Моя тоже. Интересно, умеет ли этот скряга писать? Нам остается одно. Тетушка. Дональд Луси. Где Спеттегю? Четверти мили отсюда. Вы уже задали этот вопрос? И получили благоприятный ответ. Отлично. Тогда я могу сказать Спеттегю, что о нем думаю. Исключено. Что? Ты должен сказать ему да. Да. Я не знаю, Бэббс. Осторожно. Слезьте с меня. Бэббс, будь благоразумен. Послушайте, с таким человеком мне не видеть счастья. Я не могу сказать да. Это временно. Только пока ты не получишь письменное согласие на наш брат. Иначе он его в жизни не даст. Не отвергай его. Стать наживкой для этой скумбрии-недорожка это конец. Джек, Чарли, что с вашей тетей? Она отбивая. Да, у нее болит спина. Мы решили немного ее полечить. Погода. Получше, тетушка. Да, теперь у меня как будто вообще нет спины. Донна Лусия, Джек сказал вам об услуге, которую вы можете нам оказать? Он сказал что-то про письменное согласие. Вы ведь его для нас достанете? Боюсь, я не смогу. Донна Лусия, разве вы не любили? Десятки раз. То есть, полюбив раз, любишь всегда. Тогда вы понимаете, как это для нас важно? Да, девушки, но я... Тетушка это сделает. Верно, тетушка? Чарльз. Я тебе уже говорила. Малютка Бо овечек потерял. Что сделаю это с удовольствием. Вы ангел. Я знала, что вы согласитесь. Большое спасибо. Вы просто прелесть. Пойдем, Эмми. Пойдем. Нужно найти мистера Спеттиги. Он там. Мы приведем его к вам. Если ты не перестанешь целовать Китти, и хватит приставать к Эмми. Миссис Беверлис мает в вашей комнате, милард. Видите? Вот что вы со мной сделали. Куда ты? Задержи его, Джек. Ты что делаешь? Мне нужно переодеться и стать тем, чем меня сделала природа. Мужчиной. Только тогда поговоришь с мистером Спеттиги. Я должен пообщаться с миссис Беверлис Май. Успеешь и то и другое. Пойди к этой женщине, извинись, и тут же возвращайся сюда. А мы тем временем чем-нибудь займем старика. Если что, я брошу в твое окно камешек. Если ты не явишься, за камешком последует булыжник. Пошли найдем Спеттиги. Чем я заслужил такое? А я миссис Беверлис Май. Здравствуйте. Извините, что я так на вас смотрю, но я представила вас совсем другим. Я полагала, что меня встретит какой-нибудь 18-летний студент, а передо мной более чем зрелый человек. Я приятно удивлена. Приятно слышать. Откровенно говоря, я не ожидал, что вы именно такая. Слово клиент не приходит в голову. Благодарю. Вы здесь по делу, миссис Май, или это просто визит? Просто визит. В Сент-Олде учился мой муж. Мой покойный муж. Ваш покойный муж? Прекрасно. То есть я хотел сказать, что этот колледж замечательное место. Он очень хорошо о нем отзывался, поэтому я и решила приехать сюда. У вас будет идеальный сопровождающий. Я здесь уже 10 лет. Простите, миссис Май, когда вы приехали, я был с двумя моими приятелями, Чезни и Уикэмом. Я немного старше, я для них как старший брат. Они хотели познакомить меня со своими невестами. Как старший брат, вы одобрели их выбор? Безусловно. Обе прелестные девушки. Но, конечно, им никогда не быть столь очаровательными и неотразимыми, как вы. Простите, мне не следовало это говорить. Пожалуй, не следовало. Но я вас прощаю. Кто-нибудь говорил вам про ваши глаза? Со мной что-то происходит. Я могу предложить вам бакалшери? Ну, конечно. Так что вы говорили про мои глаза? Они так на меня подействовали. Оба. Вы сказали, что она здесь. Она была минуту назад. Возможно, она пошла к себе, я найду ее там. Посидите здесь, мистер Спеттики. Вы устали. Я уверен, что она сейчас вернется. Боже, что это было? Обыкновенный град. Ерунда. Он сейчас кончится. Я бы хотел предложить вам провести этот вечер в маленьком ресторане с чудесным видом на реку. Какой град. Опасный град. Я вспомнил, что повесил сушиться одежду. Я сниму ее, пока она не погибла. Одежда делает с градом такое. То есть, град с одеждой. Я сейчас вернусь. Ждите меня. Прошу прощения, сэр. Душистый горошек прелесть. Мистер Спеттики посадил его дома. Дядя обожает цветы. Люди, извините нас. Пожалуйста. Конечно. Помогите мне. С каждым разом, мне кажется, что этой одежды все больше. Донна Лусье. О, мистер Спеттики, вот и вы. Да. Я случайно увидел эти цветы и просто не могла не остановиться и не понюхать их. Они прелестны. Да. Может, мы пойдем и выпьем чаю? Не сейчас, Стивен. Вы не хотите вернуться? Часть меня готова пойти. Часть хочет остаться. То есть, голова говорит, ступай, а сердце, останься. А ноги колеблются. Мистер Спеттики, когда я вижу ваше лицо, я просто прыгаю от радости. Прыгаю, прыгаю, прыгаю. Я не знал, что так много для вас значим. Теперь, когда мы понимаем друг друга, я хочу попросить вас об одной услуге. О чем угодно. Я хочу, чтобы вы написали о том, что даете согласие на брак вашей подопечной и племяннице с моим племянником и мистером Чайзен. Но они так любят друг друга. Стивен, пожалуйста, ради меня. Но к чему говорить о другой любви? Я не могу быть счастлива, когда вижу, что эти дети несчастны. Хорошо. Мы обсудим это сегодня вечером. Отлично. Мы выпьем чай вместе с ними? Да, моя дорогая. О, Стивен. Лусия. Задержи эту женщину в моей комнате. Сынок. Сынок. Миссис Беверли Смайт. Я Джек Чайзни, приятель Беверли. Его вызвали к ректору, и он попросил меня сказать вам об этом. Благодарю. Джек, прошу прощения. Сынок. Почему ты меня не представишь? Миссис Беверли Смайт. Мой отец, сэр Фрэнсис Чайзни. Надеюсь, я не помешал. Вовсе нет. Я должна была выпить чай с лордом Беверли, но... Какая жалость. Остальные пьют чай в саду. Может, мы к ним присоединимся? Нет, вряд ли миссис Беверли Смайт это понравится. Две глуповатых девицы и старуха. Тетя Чарль Уик и мы из Бразилии. Старуха-тетя из Бразилии? Да. И что? Что она за леди? О, кошмарная старушенция. Правда? Я должна ее увидеть. Я провела какое-то время в Бразилии. Нам будет о чем поговорить. Я уверен, что она вам не понравится. Ерунда. Ужасно хочется ее увидеть, сэр Фрэнсис. Мадам. Благодарю. Знаете, меня совершенно очароволок. Надеюсь, вы позволите мне его вам показать. Я буду вам признательна. Милая. Спасибо. Такой чудесный день. Мы все вместе. Неужели он кончится? Только не сейчас, дорогая. У меня идея. Сегодня мы все пообедаем у меня. А потом мы ускользнем и останемся вдвоем. Божественно. Доноусея Дарвадверс. Миссис Беверлис Майт. Здравствуйте. Дарвадор. Дарвадор. Ну, конечно. Я знала вашего покойного мужа. Весьма близко. Она знала моего покойного мужа. Весьма близко. Тогда вам есть о чем поговорить. Да. Мой муж и я? Пожалуйста, я бы предпочла не говорить об этом. На эту тему я просто не в силах говорить. Я не могу. Прошу прощения. Сколько сахара. Я хочу сказать... Я... Я не знаю, что... Четя, дорогая. Брэссет. Брэссет, воды. Брэнди. С ней все будет в порядке. Дорогая Доноусея, сядьте во главе стола. И пусть отныне это место будет ваше. Благодарю. Я так рада, что вы меня сюда пригласили, мистер Спэдигю. Я тоже искренне рад, дорогая леди. Не знаю, что бы я делала. Вероятно, все еще ждало бы мистера Бэберли. Только ненаспитанный молодой человек мог вас оставить. Я бы отнеслась к юношу более снисходительно. Возможно, его задержали. И все же это непростительно. Вы так думаете? Когда мой племянник познакомил меня с ним, он показался мне человеком необыкновенного обаяния, ума, воспитания. Пожалуй, никто не производил на меня такое впечатление. Не стоит говорить о нем ничего плохого. По-твоему, мы выиграем у Кембриджа в крикет на следующей неделе? Мы не можем проиграть. Тем более со Спикинсом. Спикинс отличный игрок. Жаль, что он учится последний год. Видел его вчера. Изумительно. Мистер Спеттигью, вероятно, в молодости вы неплохо играли в крикет. Весьма. Мне необычайно нравился крикет. И игра в шары. Игра в шары великолепна. Это очень старая игра. У меня есть несколько фотографий. Думаю, самое время для леди удалиться в гостиную и оставить джентльмена в заиклину. Мистер Чезни спрашивал меня про Бразилию. Правда? Да, я этому очень рад. Бразилия... Бразилия наиболее бразильское место во всей Южной Америке. У меня есть реки, озера, горы и долины, города и деревни. Дни и ночи, конечно. Я ответила на ваш вопрос. Да, да. Чарльз, помоги мне. Конечно, тетушка. Тетушка, расскажите о своей кофейной плантации в Бразилии. Да, пожалуйста, расскажите. Я хотела бы послушать. Что ж, вы, конечно, знаете, что такое кофе и... Что такое плантация? У нас была кофейная плантация. Дома Лусия, вы предпочитаете кофе мокака или пенал? Кофе мокака? Да. С ложечкой сахара. И еще очень, очень горячим. Я помогу вам, тетушка. Благодарю, Чарльз. Эмми. Спасибо. И потом, есть еще один вид кофе. Его выращивают из семян на мокрой фланели. Дорогая, время летит так быстро, просто не успеваешь оглянуться. Такова жизнь. У меня есть подпеха, которая сделала это платье. За шесть недель. У нее какая-то новая машина, правда? Наверное, что-то рассказывают. Чарли. Чарли. Да, тетушка. Извините. О чем они говорят? Ах, об этом. Вы присоединитесь к нам, мистер Улькин? Нет, я просто подошел узнать, как себя чувствует тетушка. Большое спасибо. Почему бы нам не рассказать какие-нибудь истории? Я знаю одну. Конечно, немного неприличную. Неужели? Пожалуйста, расскажите. Да, расскажите. Ее не раз рассказывал Дон Педро. Может, Дон и Лусия сама ее расскажут? Дон Педро? Дон Педро Далвадорес. Ваш покойный муж. Дон Педро? Конечно. Я знал его имя, а вот истории не помню. Пожалуйста, расскажите. Если Дон и Лусия не против. Нет, вовсе нет. В общем, как-то Дон Педро шел по своим кофейным плантациям и увидел работника, который был под хмельком. Он обнимал девушку и целовал ее. Естественно, Дон Педро рассердился и сказал, как ты посмел. Тот ответил, а что такое, все ваши работники так делают? Дон Педро сказал, какие у тебя основания для этого утверждения? Какая почва? Мужчина ответил, кофейная. Какая неприличная история. Не слышал ничего глупее. Вы не помните эту историю Дон и Лусия? Дон Педро ее обожал. Конечно помню. Я вскрипала, когда впервые ее услышала. Это напомнило мне одну забавную историю. Может, одна из девушек сыграет что-нибудь? Джентльмены, прошу меня извинить. Я хочу показать Доне Лусии сад. Он необыкновенно красив при лунном свете. Дон и Лусия, мы наконец одни. Не трогайте меня, я на вас очень сердит. Лусия, вы делаете меня больно. Не говорите так. Нет, буду говорить. Пообещав мне кое-что, вы так себя ведете. Пообещав? Да, письменное согласие. Но я не обещал. Стивен, значит вы не умеете держать слово? Дона Лусия. Ничего не выйдет, пока у меня не будет письма. Но, дорогая... Стивен, если вы не дадите мне письмо, между нами все кончено. Нет. Нет. Мы не можем расстаться. Нас связали незримые узы. Возможно, вы правы. И все же, мне необходимо это письмо. Хорошо, дорогая. Я пойду в свой кабинет и напишу его. Но потом вы скажете, что вы моя. Получив письмо, я скажу что угодно. Дорогая. Если вы посмотрите, вы не джентльмен. А теперь помогите мне. Тысяча извинений, милая Лусия. Скажите, вы не ушиблись. Все в порядке. Ступайте и пишите письмо. И сейчас вернусь. Дорогая. Все в порядке. Продолжение следует. Вы одна? Я могу присесть. Боже, здесь ужасно пахнет дымом. Да, я обратила внимание. Наверное, кухня что-то горит. Пойду проверю. Не надо, я хочу с вами поговорить. О вашем покойном мужу, Доне Педро. Мы не будем о нем говорить, он был таким жестоким. Дон Педро был таким добрым человеком. Это его отец, старик Педро. Тут что с бородой. Простите меня за мое любопытство. У вас есть дети? Дети? Несколько. Не о чем говорить. Дона Лусия, меня удивляет, что вы не курите. Так много брасильских женщин курят. Ну, откровенно говоря, перед тем, как вы вошли, я курила. Я подумала, вдруг вы не поймете, поэтому я... Не хотите одну? Они очень мягкие. Нет, благодарю. Но вы не знаете, как много вы теряете. О, лорд Беберли? Да. Он тоже здесь? Не стоит, лорд Беберли. Я давно поняла, кто вы. О, боже. Только не выдавайте меня, ладно? Там будет видно. Это не моя идея, поверьте. Все началось с овец. Вернее, Джек и Чарли пригласили девушек на обед. Это длинная история. Может, пойдем куда-нибудь, где нам не помешает? Конечно. Прошу прощения, сперва, леди. Джек любит Китти, Эмми любит Чарли. А я изображаю Купидона в этом одеянии. Может, вы вовсе не оказываете им услугу? Я достану для них письмо с согласием. Это все, что им нужно. Возможно, это письмо лишь предлог. Мистер Спеттиг и охотятся за деньгами. Возможно, девушки тоже. Исключено. Мистер Спеттиг был против их брака. Вот как? Да? Конечно. Ведь в этом случае он лишится дохода. Сейчас он идет на это только потому, что сам рассчитывает на выгодный брак со мной. Пожалуйста, не делайте этого. У меня насчет вас другие планы. Правда? Да. Когда осенью вы начнете работать в фирме у дяди, вы будете вести мои дела. Что ж. Что ж. При всем уважении к вашему дяде, думаю, будет весьма неплохо иметь адвоката, который еще и неплохо разбирается в вопросах любви. Вы торжественно обещаете быть моим первым клиентом? Да. Скажите, вы верите в любовь к первому клиенту? О, вы верите. Я верю. Да. Донна Лусия? Донна Лусия? Ты реально, Мина, вы не шутите? Да, конечно, нет, глупый мальчик. Я что-то слышу. Это мое сердце. Когда я рядом с вами, оно такое выделяет. Позвольте мне первым вас поздравить. Так вы знаете? Да. Да. Я знаю. Благодарю. Донна Лусия. Лось зовет свою подругу. Заберите у него письмо, пока он не передумал. Оставайтесь здесь. Как только я разделываюсь с Петтеки, я вернусь и разделываюсь. Что? Я сниму эту одежду. Стивен, где вы были? Я повсюду вас ищу. Простите меня, моя дорогая. Дети. Эмми. Китти. Миссис Смайт. Это то самое письмо? Да. Мы сперва скрепим наше обручение поцелуем. Поцелуй? Да. Нет. Нет. Да. Да. Нет. Нет, я пила. Неважно. Нет, Стивен, мы слишком стары для этого. Стары? Ни в коем случае. Перестаньте, Стивен. Когда тобой овладевает любовь, у тебя уже нет возраста. Только один маленький поцелуй. Ну, хорошо. Закройте глаза. И не открывайте. Да, дорогая. А теперь дайте мне письмо. Вот оно. Еще один. Нет, Стивен, ни в коем случае. Нет. Нет. Вы звали Дега? Да, мои дорогие. У меня для вас потрясающая новость. Где миссис Беверли Смайд? Вот и вы. Я хочу, чтобы все разделили мое счастье. Донна Лусия. Мое сердце просто выскакивает из груди. Стивен, не забывайте, что мы не одни. Я виноват. Еще бы. Да. Любовь вновь сделала меня юным. Дети. Купидон нашел еще одну жертву. Он подкрался к нам, принеся свет и радость. Моя дорогая. Ваше нежное прикосновение. Пожалуйста, Стивен. Это еще не медовый месяц. Меня надули. Самозванец? Кто вы? Я Орех Чарли из Бразилии, где растут тети. Что? Отдайте мне письмо. Нет. Верните письмо. Нет. Письмо. Нет. Ладно, можете оставить его себе. Это ничего вам не даст. Ни один суд в Англии не примет его во внимание. Потому что оно адресовано Донни Лусии Дальвадорес. И было доставлено Донни Лусии Дальвадорес. Но он не Донна Лусия. Зато я Донна Лусия. Донна Лусия Дальвадорес. Он не может попадать на меня в суд за нарушение обещания. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ.